Экеф, вследствие, вследствие чего-либо, да? Значит, второе законе, 7 глава, 12 стих, по 11 главу, 25 стих. Автора Исаия, 49 глава, 14 стиха по 51 главу, 3 стих. Итак, и будет за то, что вы слушать будете законы эти, и хранить их, и исполнять их, то хранить будет Бог всесильный твой для тебя союз и милость, о которых Он поклялся отцам твоим. На еврейском, ваяхи, экеф, тишмон, этга, мишпатим, гаэле, вэшамрим, значит, шамрейхем, вэшамрейхем, значит, тишмон, это что? Слушаться, шма, вы будете слушаться, и что? Шамрей, соблюдать или исполнять. Итак, что мы должны делать? Сначала слушать, а потом соблюдать. Да, вы прям по-еврейски. Сначала будем соблюдать, а потом будем слушать, да? И поймем. Но здесь порядок именно такой. Итак, здесь говорится о важности соблюдения законов, да? И о том, что будет хорошее и что будет плохое, если будут люди соблюдать или не соблюдать эти законы. Также говорится о необходимости покорить кнаанские народы и разрушить их идол. И рассказывается о грехе золотого тельца, первых разбитых скрижалях, о молитве Маше, по которой был прощен народ. То есть, в какой-то мере, это повторяет то, что происходило в книге Исход. Почему? Потому что это было сделано для кого? Для людей, не слышавших, не видевших, да? Если они слышали и видели, то они были еще достаточно малы и не все понимали. Значит, нужно опять проходить этот путь и объяснять. Понимаете, плохие ученики, они учатся на каких ошибках? На своих, да? Хорошие ученики учатся на ошибках других. И всякий народ, который не знает своей истории, он повторяет ее снова и снова. Правда? И для нас это что важно? Важно то, что когда Бог проводит наши тесты, да? У него такая школа. Там нет, вот ты отлично сдал, ты плохо сдал. Все, ты сдал или не сдал, да? Если ты не сдал, то Бог тебя возвращает, да? И опять проходишь через аналогичную ситуацию. Если ты упорствуешь, то проблема еще становится тяжелее. Правда? И надо преодолевать большие проблемы, большие тяжести и так далее. Но кто в этом виноват? Сам человек, правда? Сам человек. Если человек проходит через эти ситуации, он идет на ступеньку выше. Вроде вначале ему все хорошо, 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 да? Потом Бог подготавливает его к новому тесту. И опять на ступеньку выше. То есть возрастание идет не вот так вот, гладенько, да? А как бы ступенями. Как бы ступенями. Преодолев одни препятства, мы получаем другие препятства. Поэтому евреи говорят, что не надо молиться о том, чтобы все твои проблемы были решены. И все твои проблемы исчезли. Потому что когда кончаются проблемы, что кончается? Жизнь, да? Кончается жизнь. На том свете уже все проблемы решены так или иначе. Или ты там, или ты здесь, как говорится, в небе, или внизу. Но твои проблемы решаются. Хорошо. А здесь они постоянно у нас появляются новые. И рассказывается о посвящении левитов для службы храма. Опять напоминается о чудесах, произведенных Всевышней. И в 11 главе 13 по 25 стих, как говорят, вторая часть молитвы Шма. Это тоже отрывок. Помните, четыре отрывка, да? Два отрывка из предыдущей недельной главы и два отрывка из этой недельной главы. И вместе они образуют вот эти четыре отрывка. Четыре секции, коробочки, которые находятся где? Между глаз. Как мы говорим, третий глаз. Некоторые говорят, вот, Бог третий глаз открывает нам. Этот глаз, это глаз Торы, правда? Хорошо. И Маше говорит, что нужно соблюдать даже кажущиеся незначительными заповеди. Потому что можно перевести Экев как пятка. То есть, если мы попираем простые заповеди, которые человек топчет ногами, так комментирует Раши, то тогда мы не можем и выполнять более сложные заповеди. Верный в малом, да? Он что будет? Верный и в большом. Но если нет верности в малом, то кто тебя большое доставит? И можно говорить Экев, следствие. Вот, например, если в современном иврите, да? Полицейский скажет, и я скажу одно и то же. Таакву-ли. Да? Таакву-ли. Это полицейский, если скажет, означает следуйте за мной. А если я говорю Таакву-ли, значит следите за мной. То есть следовать, след и пятка, это одно и то же слово. Вот, следопыт, который пятку пытает, щекочет пятку, да? И пытает ее, вот он называется следопыт. Но это шутка. Конечно. Хорошо. И если будут, мы будем выполнять, то у нас будут определенные благословения. Говорится об Эрис-Кнаан. Говорится о заповеди Эрис-Кнаан. И Моисей говорит, что завоевать Кнаан будут постепенно, чтобы страна не впала в запустение и не подвелась нашествию диких животных в промежуточный период, пока евреи не осядут на всей территории. Очень интересно. Видите, если говорить о духовном смысле, то кто эти дикие животные? Да? В духовном смысле. Вот смотрите. Когда мы идем, возрастаем в Господе, да? Некоторые люди очень слишком быстро возрастают. Но в действительности у них остается вакуум. Они не заполняют свой духовный вакуум и шо мессией. Да? Вот понимаете, есть сосуд, он тоже не заливается сразу. Если сосуд с большим горлышком, он быстрее заполняется водой. Да? Если с узким горлышком, он медленнее заполняется водой. Мы заполняемся Духом Святым или Ишуа. Духом Ишуа. Как вы хотите. Бог, Он един. Да? Но если у нас остается вакуум, святое место пусто не бывает. Берет демон изгнанный, еще семь злейших себя. Да? И в данном случае это аналогично, как дикие животные. Потому что если бы евреи быстро всех изнали на ней, земля бы оказалась пустой. Они не смогли бы засеять поля. И что? И пришли бы всякие дикие животные. Помните, тогда в Израиле и волки, и медведи обитали. Еще там даже львы говорят. Ну, я так думаю, что это львы. Это пумы были. Ну, во всяком случае, хищников было много. И Давид, помните, сражался даже. Кто-то тренируется на кошках, знаете, есть. А Давид тренировался на медведях, прежде чем поразить оляфа. Вот так и мы, значит, должны завоевывать эту землю. И мы, что? Постепенно. Шаг за шагом. Степ-бай-степ. Видите? Пятка, да? Степ-бай-степ кругом. Путь далекий лежит. Там в степи глухой замерзал ковбой. Ну, это американский вариант, да. Хорошо. Итак, шаг за шагом. Чтобы страна не впала в запустение и переподверглась дошествию диких животных. Но необходимо уничтожить всех наводские идолы. Да. И еще говорю, что земля, значит, неделима. И нельзя было разделить. Можно было бы разделить на палестинскую автономию или еврейскую автономию. В конечном счете так и получилось, потому что завоевали евреи не все земли. Помните, у херестимлян, у палестинцев, что было в них? Колесницы, да? Колесницы. И колесницы, где в горах? Ну, представь себе, танки, да? Где они? В горах или на равнине? И получилось, что евреи были на равнине, да? Евреи были в горах. И палестинцы даже смеялись. Ваш Бог – это Бог гор. И Он ничего не сможет сделать. И пришлось определенные применить трудности для того, чтобы Господь... Помните, когда град пошел сильный, и дождь, и колесницы завязли, да? Это был Сесара такой у этих палестинцев, да? Сесара тогда убежал. И женщина, кстати, его убила, вы помните. То есть, у евреев были определенные проблемы. А если бы они сразу сделали, то не было бы такого разделения. Поэтому это пример для нас, что нельзя создавать никакие палестинские автономии. И когда Маше описывает землю Израиля, говорят о семи плодах Израиля. Потому что это страна пшеницы, ячменя, винограда, инжира, граната, оливкового масла и финикового меда. Когда говорится дваж, имеется в виду не только мед, который пчелы сделают, но и финиковый мед. Потому что если финики созревшие, да, с финики, они очень сладкие, да? Их спрессовать-то получается так, что отдельно финики всплывают, да? А внизу остается такой мед густой. И можно его использовать. Хорошо. И, значит, важно, чтобы мы не полагали заносчиво, что все блага земли Израиля – это результат наших собственных заслуг и собственных усилий. Мы должны обязательно помнить, что Бог даровал нам успех и процветание. Бог изгоняет канонеев, Бог изгоняет финистемлян и других захватчиков этой земли. Потому что эта земля предназначена для кого? Для Израиля. Правда? Для Израиля. Хорошо. И это действенно было раньше, и это действенно и сейчас. Также упоминается история со скрижалями. И упомянута кончина Аарона и избрание левитов для служения Богу. И мы видим, что семья из 70, там с небольшим человек, пришедшая в Египет, превратилась в народ, как Маша говорит, многочисленный, как звезды небесные. Ну, звезд много на небе, правда? И если мы говорим, помните обетование, которое дал Бог, рывки, что будут миллиарды и миллиарды его потомков, то здесь мы говорим не только о потомках Авраама каких физических, правда? Но и всех верующих, и всех верующих живых и мертвых. Сейчас на земле сколько? Около 6 миллиардов человек, да? Но всего на земле пробыло и ушло где-то около 50 миллиардов. Сколько из них попадет в Царство Божие, я не знаю. Но мы знаем, что те, которые верили в Господа, вот, то даже те, которые были до Ишуа, Ишуа приходил туда вниз, да, и что-то им проповедовал. Не знаю, о чем он проповедовал, но если бы у них не было возможности спасения, то, наверное, незачем было бы ему туда спускаться, правда? Вот, то есть, ну, в любом случае, спасение идет через Ишуа Мессии. Иначе, опять-таки, если бы они могли бы спасены быть без Ишуа Мессии, то зачем ему было бы, что? Спускаться, правда? Хорошо. И наши мудрецы говорят, что соблюдайте все заповеди, которые я заповедую сегодня, потому что земля, в которую ты входишь туда, чтобы наследовать ее, не похоже на землю Египта, откуда вы вышли, где ты сеял и поливал посевы, как зеленый сад. Если вы будете соблюдать заповеди, я дам вам дожди в свое время. Рожбам обращает внимание на особенность земли Израиля. Она не орошается водными источниками, подобно каналам Египта, которые существуют всегда. Может быть, разлив больше, может быть, разлив меньше, но Нил всегда течет. Поэтому как орошают, как сад, да? Они носили воду, там у них специальные такие мельницы с черпалками были, и таким образом они могли орошать всю территорию. Однако, земля Израиля не такая. Она всецело зависит от дождей, то есть от воли небес. Поэтому эта земля несравненно хороша, если евреи живут по-еврейски, и несравненно губительно в противоположном случае. И это даже было показано, когда евреи ушли из Израиля. Израиль что превратился? Пустыню. Но удивительно, что когда израильское государство восстановилось, то говорят, что даже с космоса, с самолета видны границы Израиля. Вот границы Украины, например, не видно, да? Там села и болота, там села и болота. И везде все одинаково. А границы Израиля с космосом видно. Потому что вот это Израиль, там все зеленое. А вот это все пустыня, да? Там Иордания. И все. И вроде бы рядом, да? И это особенно важно для нас. Потому что в Израиле, вы помните, бывают такие периоды, когда даже несколько лет не идет дождя. А Нигев и Синаи, мы говорили, это самые засушливые места. На земле, не считая, в пустыне Гоби, то там даже бывают такие сухие дожди. То есть дождь идет, но до земли не долетает. Человек ходит, да? Где-то до двух метров, и тут испаряется дождь. Видно, что дождь идет, но не долетает до земли. Сухие дожди. И еще важно, что орошение дождем и чем еще? Росой, да? Тут все это слово орошение, видите? Ну, у нас вот здесь это часто можно видеть. В особенности, когда кто? Кабачки или такие вот волосатые растения, да? Огурцы, они имеют волоски, волоски такие вот. И когда утром встаешь, на этих волосках много-много воды, да? Вот действительно орошается росой. Но земля египетская воспитывала человека в духе опоры на естественные аспекты бытия. В духе преклонения перед силой, обеспечивающей власть над этими аспектами. Но настоящая опора должна быть не на силу, а на Божью поддержку. Видите, если человек не посеет, то урожая не будет. Но если он посеет и не даст Бог в свое время дожди, то тоже урожая не будет. Даже у евреев была такая идея. Айсберги захватывать возле Антарктиды, обрабатывать так, чтобы в нем можно было их буксировать, и буксировать их в Израиль. Но оказалось, что, в общем-то, это довольно дорого, и выгоднее построить опреснительные установки. Но опреснительные установки, они тоже, в общем-то, не хватят на всю территорию. И бывает иногда, когда Иордан, уровень Иордана падает, да, ниже определенной территории. Вы знаете, что, ну, как мы говорим, Мертвое море, да, и долина Иордана, они находятся ниже уровня современного моря. В некоторых местах, в районе Иерихона, там минус 500 метров. Вот представьте себе, мы сидим, да, и над нами 500 метров воды. Было бы, да? Было бы, если бы сообщался с морем долины Иордана. То есть это такое узкое ущелье, которое идет, да, со севера на юг. И вот по этому ущелью проходит воздух, как бы труба аэродинамическая образуется. Когда на Украине зима теплая, вот так, как сейчас у нас, то означает, что в Израиле будет засуха. Потому что воздух, да, он по этой, разница давления небольшая, он по этой долине не проходит. И, значит, дожди не оседают в Израиле. Вот, поэтому помолился дата Илья три года. Была теплая зима на Украине. Это вы можете не молиться сильно за теплую зиму, потому что, видите, в одном месте бывает тепло, в другом месте бывает плохо, да? Да? Хорошо. И так все зависит от Господа. Все зависит от Господа. И еврейская мудрость говорит так, что существует два вида божественного влияния. То, что человек получает заслуженно, да, и то, что человеку дается даром, даже когда он недостоин. Это незаслуженный подарок. Это либо милость со стороны Творца, либо как исполнение клятвы. То есть, вот, например, приход Иешуа Мессии – это что? Исполнение клятвы. Союз и милость, о которых я поклялся, отцам Твоим. То есть, двое любящих людей заключает между собой союз. И договариваются, что даже если с течением времени у них будут возникать проблемы, которые обычно несовместимы с любовью, союз их не будет расторгнут. Вот раньше была такая формулировка брака, супружества. Мы будем с тобой вместе, да, и в радости, и в горе, и в богатстве, и в бедности, и в здравии, и в болезни, пока смерть не разлучит нас, да? А сейчас во многих европейских странах заменили эту формулировку, пока мы любим друг друга. Любовь уходит, правда? Но верность, она больше, чем любовь. Поэтому, если люди связаны с клятвой, да, и если Бог поклялся это сделать, то что Он сделает, да? Он может сердиться, Он может наказывать, но Он никогда не накажет до смерти, потому что это клятва Божия, что Он исполнит определенно. И ответ на эту клятву, Римлянам 15 глава, да, Римлянам 15 глава, с 8 по 12 стих. Отметьте, это очень важно, что Иисус Христос сделал сослужителей для обрезанных, то есть для евреев, находящихся в завете с Богом, да, ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное Отцам. А для язычников для чего? Из милости, чтобы славили Бога. Хорошо. И дальше говорится, Исаия также говорит, будет корень Исеев и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут. Это Римлянам 15 глава, 12 стих. Где же это говорится у Исаии? У Исаии это говорится в 11 главе 9-10 стих. Там сказано так. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, не ведением, а ведением, да, да ад Гошем, то есть познанием Бога, как воды наполняет море. И будет в тот день к корню Исееву, употреблено слово Шорош Ешай, который станет, как знамя для народов, обратятся язычники. И покой его будет слава. Знамя, здесь употреблено слово Нес, означает чудо, знамение, а также сигнальный шест. Мы знаем, что у евреев было много знамен, да, каждое племя имело свои знамена. Но какое было главное знамя сделал Моисей? Змеи, да, змеи. И мы говорили, что, скорее всего, знамена это имели вот такую форму. То есть, как говорят, хоругви, да, хоругви. Не такие знамена, которые развиваются, вот так размахиваем, да, а типа хоругви. Это воинские знамена, ну, такие же знамена в Римской империи были, помните, да, и в других, и вавилонских, и так далее. Это что? Имеет хоругвую какую? Прямую, да? И поперечину, да? Поперечина, которая привязывается к прямой планке. И что получается у нас? Крест, да? И на этом кресте кто находился? Медный змей, да? И еще Мессия, как прообраз змея. Потому что укусы змей, это демоны, а также соблазны, и их укусы крайне болезненные, бывают смертельные. Но тот, кто смотрел на НЭС, то есть знамя или сигнальный шест, со змеем исцелился. И мы знаем, что это прообраз креста Ишуа. Как бы он ни выглядел, выглядел ли он в виде креста, или в виде просто шеста, да? Вот сейчас герб медицины какой там? Шест, да? А на нее змеи, да. А у нас еще чаша, да. Чаша, это, знаете, на погонах медиков, означало хитер, как змей, и выпить не враг. Хорошо. Ну, чаша, потому что яд змей, да, собирает чашу, и он может использоваться для исцеления. Хорошо. И для евреев мы говорим по обещанию, а для не евреев из милости. Обратятся язычники, и покой, и его будет слава. И вот слово, которое переведено, как «обратятся» у Исаии, значит, это 11 глава, 9-10 стих, «обратятся» там слово «драш». Драш, 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 драш. Означает заботиться, печься, расспрашивать, разыскивать, требовать, взыскивать, искать, разыскивать, быть найденным. То есть, видите, драш – это исследование, а также что? Искать. Значит, не просто обратятся, обращение тшува, да, к нему язычники, а что будут делать? Будут искать его язычники. И когда они взыщут, то есть разыщут его, что у них будет? У них будет покой. Покой употреблено словом «менуха». Менуха, которое говорится о каком покое? О шабатнем покое, да? И еще одно место, где утверждается шабат, что войдут в покой оны. И для народа Божьего, что остается? Субботство, да? То есть, празднование субботы или хранение субботы – это является важным компонентом покоя. Это покой, как прообраз того мира, который будет, когда Иешуа Мессия уже явится как царь, да? И мы будем находиться в Божьей суке, в суход, да, под покровом его и покое. Потому что у Исаии 4 глава там сказано, что и у нас всем миром будет сто покров, да? Покров, да. Там употреблено слово «хупа», да? Вот. И там говорится еще о том, что они будут находиться под покроем Божьим и находиться в мире. Хорошо. Дальше. Будет у них покой Менуха. Менуха – это тоже корень, как Ноах, Лануах – отдыхать, а также Нехама – утешение. Вот. Помните, мы говорили о субботе утешения? Нехаму, Нехаму, Ами. То есть, у язычников что будет? Покой, утешение, да? А также сказано «И покой его будет слава». Слава – употребленное слово «кавод». Означает тяжесть, вес, также имущество, богатство, слава, величие, великобепие, почести, хвала. И все это дается нам даром, да? И глава Экефа говорится о важности выполнения даже малозначительных, на наш взгляд, заповедей. Хорошо. Итак, какие у нас мотивы выполнять заповеди? Да. Прежде всего, любовь и благодарность к Богу, да? Если мы любим Бога, то мы что делаем? Выполняем его заповеди. Если мы не выполняем заповеди, мы не любим Бога. Потому что единственный критерий любви к Богу и в Танахе, и в Новом Завете, это что есть? Выполнение заповедей, да? Итак, любовь и благодарность к Богу. Дальше. Мы говорили, что Ишо сделался служителем для обрезанных ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное Отцам, а для язычников – из милости. Там употреблено греческое слово «харис», и оно соответствует еврейскому слову «хэсет». «Хэсет» – милость. «Харис» – греческое слово, соответствует еврейскому слову «милость». Это сострадание или оказание милости и доброты человеку в жалком состоянии. И говорит о незаслуженном даре без ожидания воздаяния и возврата. То есть хэсет – это милость, это основа еврейской этики. Если мы будем милостивы к другим, то что будет Бог? Милостивы к нам, да? А то я тоже недавно слышал, оказывается, тоже современные некоторые трактуют вроде бы как бы верующие, говорят «и прости нам наши грехи, тогда и мы простим должникам нашим». Представляете, как? Все с ног на голову переворачивают. Не знаю, или это неправильно перевели, или это особенности английского языка. Но смысл совершенно теряется, правда? В действительности, мы будем получать милость только тогда, когда мы что? Кто оказывает хэсет, милость другим. И видите, харес – это милость, которую Бог оказывает нам. Отсюда слово харизмат. Харизмат – тот, кому Бог оказал милость. Это не тот, кто высоко прыгает. Да? Сделаю у нас сейчас дополнительный тест, с дополнительным вопросом. Что означает харизмат, да? Я же говорил, я же говорил. Хорошо. Да-да. Пониматка, харизматка, да? Хорошо. Итак, значит, когда мы оказываем хэсет или милость другим, тогда мы получаем самую милость. И это говорится не только о финансовой и физической помощи, но и об уважении человеческого достоинства, об исключении злословия, об уважении и почтении. То есть, это реальное выполнение заповеди любви. А как мы можем это выполнять? Только выполняя заповеди Божьи. Правда? Мы изучали этику, и мы говорили, что когда мы это делаем, мы сами меняемся. Мы сами меняемся. Если, третий пункт, если исследовать Новый Завет, мы видим, что выполнение заповедей – это фактически единственный путь показать реально на деле, что мы любим Бога и что мы Его ученики. Видите? Чтобы проверить, как любишь Бога, значит, надо оценить две вещи. Как ты молишься и как ты выполняешь Его заповеди. Потому что слова любви хороши, но Яков говорит, что наша вера и вся наша любовь к Богу без выполнения заповедей мертва. Четвертый момент. Мы должны выполнять заповеди Бога, даже те, которые кажутся нам малопонятными и маловажными. Почему? Потому что, когда мы это делаем, мы смиряем свою гордость. Да? И так мы говорили. Первое – это благодарность и любовь к Богу. Второе – когда мы оказываем милость другим, то мы что? Будем? Сами помилованы. Третье – это единственный способ показать, что мы действительно ученики Божьи. Да? И показать на деле, как мы любим Бога. Не просто говорить, что мы любим. И тогда другие люди, которые будут видеть нас, будут стремиться похожими быть на нас. Да? И четвертое – мы говорили, что выполняя заповеди Божьи, даже те, и можно сказать, особенно те, которые кажутся нам странными, непонятными и маловажными, мы смиряем себя, свою гордость и свое «я». Хорошо выполнять заповеди, которые сказали, да, вот ты выполнишь эту заповедь, и тебе будет то-то, 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 да? А если Бог просто говорит? Ну, так же кажется маловажными заповеди. Хорошо. Я не говорю, что обязательно все должны женщины быть в платочках, но, допустим, если скажут, что вы должны приходить вот в таком определенном виде, да? А кто-то начинает возникать. А я так не хочу, или там мотор не так говорит. Да? Это что? Это есть результат нашего несмирения. Мы не понимаем, почему Бог-то поведомил, да? Вот, допустим, хорошо омывать ноги перед хлебопреломлением. Ну, заповеди такой прямой нету. Нету. Потому что еще, когда омыл ноги, здесь имеется в виду в духовном смысле, да? Но если мы омываем друг друга в физическом смысле, да? То мы смиряемся, то мы смиряемся друг перед другом. И хорошо это? Это очень хорошо. И это, опять-таки, воспитывает в нас смирение, да? Так же самое касается других вещей. Ну, вот, например, ношение кипы, вы знаете, вообще никакой заповеди нету, да? Это традиция. Но хорошая традиция. Потому что, если человек, знаете, в кипе, если видно, что он похож на ортодоксального еврея, или если видно по его внешнему виду, что он верующий, а он идет куда-то, там, начинает напиваться, гулять, сибоширить, бить кого-то, орать, и все соседи сбегаются и смотрят, что делает этот еврей или что делает этот верующий. Это каким-то образом, вот, как человек в форме, да? Допустим. Вот возьмет, пойдет в милиционер в милицейской форме грабить прохожих. Да, наверное, он сейчас захочет грабить прохожих. Он снимет. Я не про грешников говорю. У них особое положение. Хорошо. Ну, вы понимаете, что самым первым гаишником был соловей-разбойник. Он ходил на шлях, свистел, люди остановились. И он им проводил, так сказать, осмотр базов, чего они там везут. Правда? Хорошо. Итак, даже маловажный. Это смирение. Видите, блаженный нищий духом, ибо их царство небесное. Блаженный адшущий, и так далее. И мы говорим, что это все блаженство. То есть, счастливы. Счастливы эти люди. Хотя, кажется, странное счастье, да? Это условие общения с Богом. Вот нищие духи, духом, соответствует еврейское понятие. рог на муха. То есть, на мух смирленный, ничтожный, карлик. Помните, карлик мук. Так он не карлик мук, а карлик на мух. А противоположно, рог, гва, высокий дух, высокомерие. И в этих условиях Царства Божьего, которые перечислены в Евангелии от Матфея, пятая глава, с третьего по десятый стих, я не буду зачитывать, вы их все знаете, это есть чей характер? Это характер Ишуа. Видите, для меня тоже, когда я прочел, казалось странным. Бог, я понимаю, что Бог, Он абсолютно сильный, да? Бог огонь поневыдающий, да? Я понимаю, как Бог абсолютно любовь. Но трудно себе представить Бога, как абсолютное смирение, да? Бог, который смирился до того, что сошел с небес и умер за нас. Большего смирения вообще не может существовать, правда? И это смирение показал Бог. Итак, пятый момент, когда мы все выполняем, мы становимся подобными Ишуа. Ну и шестое, шестое для нас, это просто Божий приказ. Если мы призваны в армии, мы выполняем приказ, мы не рассуждаем. Если нам говорит офицер, занять эту высоту, да? То мы не рассуждаем. Вообще-то лучше было бы войти в обход через эту вот канаву и обойти и ударить на врага сзади, да? Сказано занять высоту, занять высоту. Все, может даже приказ бессмыслен, но выполнять его что? Надо. Даже если он бессмыслен с нашей точки зрения. Хорошо. И когда человек выполняет заповеди, это для него хорошо или плохо? Может быть, хорошо, а может быть, плохо, да? Потому что есть три таких вещи, три опасности, которые, это тоже отметить, может человек иметь. Первая опасность, это возгордиться своей праведностью. Да? Правда? Так случилось с фарисеями. Если я все выполняю, и у меня хорошо все это так получается, я такой крутой верующий, как только я подумаю, что я крутой верующий, обязательно сомнение случится. Правда? Никогда не хвастайтесь, никогда не думайте, вот, Иисус крут. Кто такие крутые люди? Это жестокие люди, да? Не милосердные. Это абсолютно не соответствует характеру еще. Так, первая опасность возгордиться. Вторая опасность, это опасность получить награду от людей. То есть, как только мы получаем награду от людей, даже если внутренне, как говорится, нам что-либо сказали, а мы подумали, о, да, может я действительно такой умный, хороший, красивый, да? Все, мы тут же теряем награду от Бога, да? Потому что мы говорили, что есть две вещи, которые мы получаем от Бога. Это то, что мы получаем даром, да? И то, что мы получаем награду. И в мире этом и в мире грядущем. Почему-то у нас все очень хотят получать даром, да? Но когда речь заходит о той награде, которую нам нужно заработать, что-то все умалчивают. Но Мартин Лютер об этом не говорил, почему он полемизировал, это вы поймите, что протестантизм, протестантизм, да? Вот я вам скажу так. Вот если, если католичество, да, это вот Windows со всеми его прибамбасами, глюками и так далее, то протестантизм это урезанный Windows. С теми же глюками, только очень сильно урезанный. Я не ругаю протестантов вообще, я ругаю протестантизм как что? Как теология. И если мы действительно изучаем иудаизм, мессианский иудаизм, мы можем себе иметь хороший такой линокс, который не будет давать сбоев. Согласны? Поэтому не всему верьте, что протестанты учат. Во-первых, Лютер был антисемитом, во-вторых, учение по благодати, оно верно и истинно, но оно что? Одна Бога, да? Есть и вторая сторона медали. То есть, если мы мессианские евреи, мы должны избавляться от тех недостатков, которые в историческом плане были на нас навешаны. Правда? Потому что большинство сейчас все-таки мессианских евреев идут из каких? Из протестантских, правда? Из протестантских еще. А протестантизм, он сам по своему определению, что протестует. То есть, это уже что-то не очень хорошее. И поэтому я еще раз говорю, что будьте внимательны, будьте внимательны, потому что есть награда от Бога. И есть вещи, да, спасение мы не можем заслужить, да? Но есть вещи, которые мы заслуживаем, а если мы не пренебрегаем тем, что мы можем заслужить? Это плохо, правда? Хороший отец, который хочет, чтобы ребенок учился на пятерке, да, и так далее, он хвалит этого ребенка, да? Вот, учись, сыночек, учись, сыночек. Ну, сыночек, и так по благодати. Я тебе и так даю двойную дозу учись, не учись, делай, не делай. Все, что хочешь, делай. Ну, вот это харизматическое протестантское учение, да? Поймете, мы уже спасены, мы можем сложить ручки, сидеть, ну, можем молиться о благах этого мира, чтобы мы все стали миллионерами, но в том мире уже у нас все, все полный шоколад, да? помните, помните, когда Иешуа говорит о тех людях, которые были верующие, которые получили определенные дары, и что они делали? Закапывали их в землю, да? Закапывали в землю. А еще хуже, если человек пренебрегает этим даром. Знаешь, я даже его не закопал в землю, я его кинул там где-то в кладовку. И хай, вон оно лежит. Нам сейчас кажется все равно, ну подумаешь, над пятью городами, над десятью городами я буду властвовать, Но вы увидите, что это не безразлично. Не зря солдатам дают медали и ордена, правда? Слава Господу. Хорошо. Значит, пойдем дальше. Раз у нас осталось пять минут. Да, и третья опасность, мы говорили, ну еще, значит, первая опасность, когда мы возгордимся своей праведностью, вторая опасность, когда мы получаем награду от людей и тем самым закрываем все возможности получить награду от Бога. И третья опасность, когда мы ищем не Бога, а Божьего. То есть, мы ищем ощущения. Хорошо, когда на нас дух сходит и мы имеем его в ощущениях. А скажите, а если мы не ощущаем духа Божьего, что нет у нас его? Тоже Бог с нами, правда? Поэтому, вот, некоторые люди просто там начинают какие-то вещи делать для того, чтобы получить ощущение. Либо особую радость, либо, как православие, там есть такие учения, надо повторить, в общем, 3600 раз в минуту молитвы Иисусовой, и получается особая сладость на языке. Или у католиков, которые, значит, путем фантазии получают какие-то видения. В общем, у каждого, у каждого учения есть свои глюки, и когда мы начинаем искать не Бога, а чего? Божьего, это у нас третья опасность. То есть, пророчество хорошо, когда мы, действительно, оно дается нам конкретно, конкретной ситуации, если мы не на правильном пути, мы можем исправиться, да? Но бегать по всем церквям и искать только пророчество, для чего? Ну, может быть, у тебя недостаток веры, и ты хочешь услышать пророчество, чтобы подтвердить свою веру. Ну, в принципе, пророчество не подтверждает веру. Вы согласны? Оно не подтверждает веру. Если есть какие-то такие пророчества, вообще бессмысленные, ну, то же самое, как говорит Господь, здесь меня нету, да? Или, допустим, повторяется то же самое, что мы и так в Торе знаем. Ну, народ Божий, я тебя люблю. Ну, хорошо, слава Богу, я знаю это. Правда? То есть, пророчество должно быть в конкретной ситуации. Так же самое чудеса и знамения. Ишуа никогда не делал чудеса и знамения, да, ради самих чудес. Он делал, когда они были необходимы, когда он видел Отца Творящего, или, если уже очень его сильно просили люди, и то он не рекламировал, заметьте, да? Он что говорил? Что, сейчас я никому об этом не говори, да? А мы стараемся рекламировать Бога. И когда мы рекламируем Бога средствами этого мира, вот так же, как на всех этих презентациях, да, у нас тоже сетевой маркетинг, по Богу, да, это хорошо или плохо? Я считаю, что нужно быть в этом умеренным, умеренным. Можно иногда использовать в предъявленных условиях, но когда мы на этом делаем удар, да, и на этом основываемся, то люди у нас приходят, а потом что? Уходят, да, помните, шесть раз уже все население Украины покаялось, считая грудных младенцев. Можно себе представить. И самое главное, видите, самая главная мысль этой недельной главы. А теперь, Израиль, чего Бог твой требует от тебя? Запишите, да? Это 10 глава, 12 стих. Итак, чего же требует Бог? Много? Да. Значит, только, только, всего лишь навсего, только, да, только. Бояться Господа, Бога твоего, ходить всеми его путями, ходить, это что? Галаха, да, хождение, хождение, и любить его, и служить Господу, Богу твоему, всем твоим сердцем, всей твоей душой. Да? Хорошо. И закончу такой притчей. Один человек, учившийся в Ешиве, спустя много лет встретил своего Рош-Ешива, то есть, главу Ешивы. Чем ты занимаешься, спросил Рош-Ешива. И бывший ученик рассказал ему, что занялся торговлей, покупает, продает лес, научился неплохо разбираться в деле, и все у него идет неплохо. Ну, так что ты делаешь, опять повторяет Равин свой вопрос. Торговец подумал, что его плохо поняли, опять повторяет свою историю. Как он начинал с малого, а теперь, слава Богу, ворочает большим бизнесом. А Равин опять спрашивает, что ты делаешь? Торговец растерялся, но я уже все рассказал. Нет, говорит Равин, это ты мне все рассказал, что Бог делает, а что ты делаешь сам? Да? Вот, то есть, делаешь ли ты внутри себя, строишь ли ты внутри себя, правда? То, что делает тебе Бог, это видно, оно делается. Вот. И, что должен человек? Он должен стараться изучать Тору и найти возможность применить ее, помогать нуждающим и так далее. И Бог ценит не результат, а усилие, да? Усилие, которое рождает смирение. И вот это смирение важно для Бога. Ну, хорошо. Делаем перерыв, да? Субтитры создавал DimaTorzok